Здравствуйте! В эфире программа «Семь дней истории». Сегодня мы рассказываем вам об истории стран Азии, Африки, Америки и об Австралии. Я Анна Бачковская. Тема сегодняшнего выпуска «Индия глазами тверского купца. Хожение за три моря» Афанасия Никитина. По второй половине XV века на территории Индостана располагалось несколько крупных государств, где правили индусские или мусульманские династии. Значительную часть диканского плоскогорья занимало находившееся под властью мусульманских правителей государства бахманидов, отделившееся от далийского султаната еще в середине XIV века. А южнее находилась империя Виджая Нагар, пребывавшая под властью индусских правителей. Расцвет бахманидского государства пришелся на середину XV столетия и был связан с именем перса Махмуда Гавана, служившего последовательно трем правителям с 1446 по 1481 год. Он получил пост главного министра и постепенно сосредоточил в своих руках все нити управления государством. Именно тогда в бахманидском государстве оказался русский купец Афанасий Никитин, попавший в Индию по стечению обстоятельств. Отправившись из Твери в 1466 году вместе с другими русскими купцами, он направлялся в Персию. Торговый караван спустился вниз по Волге, но под Астраханью был разграблен. Афанасий Никитин все же добрался до Персии, где попытался хоть как-то восполнить убытки. Местные купцы, видимо, рассказывали ему о прибыльной торговле с Индией и о тех товарах, которые были в Индии в ходу. И Афанасий Никитин решил отправиться в Индию для того, чтобы попробовать удачу там еще раз. Несколько позже он напишет. Я же от многих бед пошел в Индию, потому что на Русь мне пойти было не с чем. Никакого товара у меня не осталось. Он купил коня для того, чтобы продать его в Индии. Кони там были в цене. И в 1469 году он был из Армуза в восточном направлении. Добравшись до западного побережья Индостана, он проследовал в Бахманицкое государство, дошел до его столицы города Бидара, затем проследовал в империю Виджаянагара, и затем в 1472 году отправился в долгий и не менее сложный путь назад домой. Своё путешествие он обстоятельно описал в дневнике под названием «Хожение» или «Хождение за три моря» – тербенское, каспийское, индийское или аравийское, и стамбульское или черное. Подробнее всего Афанасий Никитин пишет о бахманицком государстве, о его административном устройстве, о религиях верхов и низов, то есть об исламе и об индуизме, а также о войнах, которые бахманицы вели с соседней империей Виджаянагара. Он много пишет о главном министре Махмуде Гаване, которого именуют Мелик Тучар, от индийского Малика Туджар или господин или повелитель торговли. Огромное впечатление на Никитина производит величие бахманицкого султана и великолепие его двора. Вот как он описывает один из торжественных выездов султана. На Байрам мусульманский выехал султан на прогулку, а с ним 20 везеров великих, до 300 слонов, наряженных в доспехи булатные с башнями, а башни окованные. В башнях же по 6 человек в доспехах, с пушками да с пищалями, а на великом слоне 12 человек. До коней выехало простых тысяча взбруи золотой, до верблюдов 100 с литаврами, до трубников 300, до плюсунов 300, до дев из гарема 300. На султане кафтан весь унизан яхонтами, да на шапке большой алмаз, да сайдак золотой с яхонтами, да три сабли на нем золотом окованы, да седло золотое. А перед ним бежит индус и играет зонтиком, а за ним много пеших. Записки Афанасия Никитина чрезвычайно цены своей информативностью. Он вдумчиво и обстоятельно описывает обряды и обычаи индийцев, обращает внимание на мельчайшие детали быта. Вот, например, он пишет. Ни за что. Ножа не держит, а ложки не знает. В дороге каждый варит себе кашу в отдельном горшке. Не обходя вниманием индийскую экзотику, но и не зацикливаясь на ней, он пишет о слонах и обезьянах, о змеях и о детях-кошках, упоминает мистическую таинственную птицу Гу-кух, предвещавшую смерть, описывает различные другие чудеса земли индейской. И, конечно же, Никитин много рассказывает об обычаях местной торговли, сожалея о том, что местные купцы все же его обманули. Говорили, что много всяких нужных нам товаров, но оказалось, что ничего нет для нашей земли. Весь товар белый, только для мусульманской земли. Перец и краска дешевые. Но возят товар морем, иные же не платят за него пошлины, а нам они не дадут провести без пошлины. А пошлины высокие, и на море разбойников много. В Бедаре же торг на коней, на товар, на камки, на шелк и на всякий иной товар. Можно купить на нем также людей черных. Иной купли здесь нет. Да весь товар их индостанский и съестное – все овощи. А на русскую землю товара нет. Долгое путешествие за три моря не принесло Афанасию Никитину богатства. Но благодаря его дневнику, найденному уже после его кончины и включенному в московский летописный свод 1475 года, он вошел в историю как автор одного из самых достоверных и точных средневековых описаний далекой и таинственной Индии. Субтитры создавал DimaTorzok Всего вам доброго! Вы смотрели передачу «Семь дней истории». Сегодня мы рассказывали вам об истории стран Азии, Африки, Америки и об Австралии. А завтра вы узнаете о событиях, произошедших в истории нашего государства российского.